Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители нашего канала! В сегодняшнем ролике я вам расскажу о тех заборах, которые чаще выбирают и устанавливают наши заказчики. Итак, приступим! Выбирая забор, в первую очередь необходимо определиться с материалом, из которого вы хотите установить будущее ограждение. Здесь необходимо понимание средств, которые вы хотите потратить на это, и учесть свои личные предпочтения к тому или иному виду ограждения. Рассмотрим заборы из профнастила. Они одни из самых популярных и сочетают в себе качество исполнения, эстетичность и долговечность. Установить такое ограждение с воротами и калиткой можно в течение дня, если общая длина его не превышает 50 погонных метров. Но при необходимости можно установить и за один день и 100 метров забора, если у заказчика нет времени, а забор установить необходимо именно за один день. Заборы из профнастила имеют большую цветовую палитру RAL, которая позволяет подобрать именно тот цвет будущего ограждения, который подходит именно вам, вашему загородному дому или участку. Толщину и стоимость профилированного листа вы также сможете подобрать с легкостью. Это и 0,3 лист, который прекрасно подойдет как временное ограждение на моменте строительства на вашем участке. Но некоторые заказчики устанавливают его и на постоянной основе, невзирая на его толщину. 0,4 лист наши заказчики используют все чаще в качестве постоянного ограждения. Он немногим уступает 0,5 листу, но его стоимость на большем метраже существенно меньше. Поэтому все чаще выбирают именно его, как цена соответствует качеству материала. Но при желании вы также всегда можете заказать у нас и установить себе профнастил и в 0,5 толщине. Профнастил есть как в одностороннем варианте исполнения, так и в двустороннем. И тот и другой вариант прекрасен по-своему. Кому-то необходимо, чтобы цвет был один и тот же, как внутри участка, так и снаружи. А кому-то достаточно того, что цвет ограждения только снаружи, а внутри светло-серое полимерное покрытие. Заборы с профнастила можно установить и собственными силами, но лучше доверить эту работу специалистам нашей компании. Это избавит вас от лишних хлопот по доставке, загрузке, разгрузке материалов, поезда по рынкам, строительным магазинам, очередей. Конечно же, от китайского листа, которого на рынке с каждым годом становится все больше и больше. И, соответственно, вероятность попасть на него все выше. Выбирая забор из дерева, необходимо помнить, что уход за деревянным ограждением необходим как минимум два раза в год. Это необходимо для продления его срока службы. И если этого не делать, то, соответственно, срок его службы существенно сокращается, ввиду того, что дерево подвержено гниению. Поэтому для тех, у кого нет времени ухаживать за деревянным забором, мы предлагаем альтернативу. Это металлический штакетник с принтом под дерево, как в одностороннем, так и в двухстороннем варианте. У забора из металлического штакетника такая же обширная палитра рал, как и у профнастила. Поэтому вы точно подберете именно тот цвет будущего ограждения, который подойдет непосредственно вам, ну или вашему загородному участку, дому. Заборы из сетки Рабица – это самое экономичное решение для ограждения загородного участка. Ну, в принципе, как и на время строительства, так и на постоянной основе. Сплетенная в сетку металлическая проволока может иметь разную толщину. Именно такой забор чаще всего встречается на дачных участках. Ведь среди ее преимуществ не только низкая цена, но и долговечность, скорость монтажа и масса возможностей для дополнительного декорирования. Конечно, для злоумышленников такой забор не преграда и даже, скорее всего, нажива, которую можно украсть. Поэтому в незащищенной зоне садового товарищества следует рассмотреть и другие варианты ограждения. Либо рассмотреть вариант установки двойной протяжки арматуры и приварки крючков к столбам, для того, чтобы сетку невозможно было снять. Кроме того, такая конструкция не даст сетке в будущем провиснуть. Говоря о какой-либо защитной функции заборов, вспоминается поговорка, что любой забор – от честных людей. И поэтому без какой-либо дополнительной защиты воспрепятствовать злоумышленникам проникнуть на ваш участок не представляется возможным. Итак, мы уже осветили четыре варианта самых популярных видов ограждений, но не сказали о пятом. Это секционные заборы из металла. Это прекрасное ограждение, выполненное из разных металлических профилей, представляет собой отдельные секции с определенным дизайном. В основе столбы из профиля квадратного или круглого сечения 6х6, 8х8 или 10х10 см, ну или бы диаметром 76 мм. Все отверстия в этих столбах закрываются пластиковой заглушкой. На каждый опорный столб привариваются по две крепежные пластины, выполненные из профиля 40х20 мм. Рама же выполнена методом сварки, также из профиля 40х20 мм. Стандартные комплектации секции имеют ширину 2 метра 40 см, но если вам необходима другая ширина секции, мы готовы предложить вам варианты от 50 см до 2 метров 90 см. Каркас заполняется профильной трубой и плоскими полосами, исходя из выбранной модели секции, которую вы можете посмотреть у нас на сайте. А в качестве покрытия, защищающего металл от коррозии, используется специальный грунт красно-коричневого или серого цвета. Данный вариант забора считается открытым и позволяет с легкостью проникать воздушным массам на участок, что благотворно влияет на растительность и не создает лишних теней на участке. Надеюсь, что данная информация была вам полезна. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои темы для будущих роликов. И не забывайте оставлять комментарии. До новых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!